Область знаний Лекция на Радио Звезда Затонувшие испанские галеоны Рассказывает историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова Галина Борисова Область знаний Мексиканский залив – это настоящее кладбище кораблей Там очень опасные рифы, течения, плюс это зона зарождения ураганов Поэтому на дне залива лежат сотни кораблей от испанских галеонов до современных И многие из этих кораблей до сих пор не обнаружены и не исследованы Одна из самых интересных находок, сделанных в Мексиканском заливе – это галеон Ноэстро Сеньора де Аточа Корабль был спущен на воду в 1620 году Это был многопалубный парусный корабль водоизмещением 550 тонн И из-за риска подвергнуться нападению пиратов Суда такого класса оснащались боевыми орудиями и обычно путешествовали в составе конвоя Галеон Ноэстро Сеньора де Аточа вместе с 27 другими кораблями Королевского флота Испании Ежегодно перевозил драгоценные металлы и прочие ценности из Нового Света, из колоний в Испанию, в метрополию Груженный золотом, серебром, изумрудами и другими приятными вещами конвой Вышел из порта Гаваны 4 сентября 1622 года На борту Ноэстро Сеньора де Аточа было 265 человек Это члены экипажа, солдаты, гражданские лица, которые возвращались в Испанию И рабы Галеон вез серебряные слитки общим весом примерно 24 тонны Миллион восемьсот тысяч отчеканенных серебряных песо Еще примерно весом на 40 тонн 125 слитков золота А также серебряный лом, медь, табак И это был только задекларированный груз Как показывает практика, помимо задекларированного груза Корабли очень часто перевозили контрабанду Плюс еще личные ценности аристократов, которые путешествовали на таких кораблях Вечером 5 сентября погода резко ухудшилась И корабли сильным ветром отнесло на север, к побережью Флориды Галеоны были перегружены Поэтому управлять ими в сложных погодных условиях было крайне затруднительно И ветер вынес конвой из 28 кораблей на коралловые рифы у берегов Флориды В результате восемь кораблей затонуло На Галеоне Ноэстро Сеньора де Аточа выжило всего пять человек Три члена экипажа и два раба Затонувшие ценности были оценены в 2 миллиона песо И из-за этого на несколько лет Испания попала в крайне тяжелое финансовое положение Это вызвало ярость испанского короля Филиппа IV Который крайне нуждался в средствах на ведение 30-летней войны И король распорядился утопленные ценности поднять Сначала место крушения Галеона Ноэстро Сеньора де Аточа было видно Потому что он затонул на небольшой глубине Примерно в 56 километрах от побережья Флориды От острова Ки-Вест И торчали обломки мачты Которые позволяли понять, а где собственно корабль Однако корабль с рабами-ныряльщиками И индийскими ловцами жемчуга Которые могли погружаться на глубину Смог прийти на место крушения только в октябре И за это время штормами разметало деревянный корпус судна Ныряльщики смогли найти только место крушения второго Галеона Санта-Маргарита И подняли оттуда часть груза А вот Аточа обнаружить не получилось Нашли только несколько досок с обшивки корабля И все Тем не менее, достать такой объем материальных ценностей Все же хотелось Поэтому в 1625 году испанцы еще раз предприняли экспедицию И попытались достать груз На этот раз у них был воздушный колокол Который позволил за 4 года отыскать 380 слитков серебра и 67 тысяч серебряных монет Но опять же, все эти ценности перевозились на Галеоне Санта-Маргарита А следов Ноэстро Синьоры де Аточа так и не было обнаружено Поисковые работы проходили до 1641 года После чего прекратились И информация о корабле была похоронена в испанских королевских архивах Затонувшие испанские галеоны Область знаний Спустя 350 лет судьбой корабля заинтересовался американский дайвер Мел Фишер Он с 1960-х годов занимался поиском испанских галеонов Которых действительно просто масса То есть даже после обычного шторма на пляже Флориды Очень часто выбрасывают золотые монеты Например, какие-то украшения Поэтому после любого шторма Пляж обычно прочесывает кучу людей с металлоискателями Мел Фишер к тому моменту уже обнаружил несколько кораблей И заинтересовался судьбой Аточа Для поиска груза корабля Мел Фишер создал отдельную фирму Привлек инвесторов и историка Который отправился в Испанию В испанские королевские архивы И там смог выяснить примерный район кораблекрушения Поисковая операция началась в 1970 году Вскоре было обследовано 120 тысяч квадратных миль Территории, но при этом без какого-либо результата Попадались только бочки, остатки консервных банок Металлических снастей и прочий, в общем, мусор Главную сложность представлял собой толстый слой донных осадков И Мел Фишер даже придумал специальное устройство Что-то вроде изогнутого цилиндра Которое крепилось под грибным винтом катера И направляло струю воды вертикально вниз И она размывала донные осадки И за 10 минут такое устройство Вымывало в песке яму Глубиной примерно 3 метра и шириной 9 метров Какая-то удача улыбнулась Мелу Фишеру Лишь на шестой сезон поисков Аточи В 1975 году квалангисты смогли поднять Три золотых слитка, около десятка пушек И некоторое количество монет Но в том же году погиб сын Мела Фишера Вместе со своей женой Они находились на поисковом буксире Который потерпел кораблекрушение Основные сокровища Аточи были найдены Только спустя 10 лет в 1985 году Причем найдены практически случайно С помощью магнитометра Магнитометр — это прибор, который показывает Соответственно, магнитные аномалии на дне Магнитометр показал, что на дне Находится большая масса металла Дайверы спустились под воду Не понимая, что произошло В общем, потому что эту зону уже обследовали Выяснилось, что то, что выглядело Как обломок скалы На самом деле оказался Спекшейся грудой серебряных слитков Именно в этом месте Примерно в 56 километрах От островов Ки-Вест И оказалась основная часть груза Аточи В результате поисков было поднято больше Тысячи серебряных слитков 150 тысяч серебряных монет 3200 колумбийских изумрудов И общая стоимость По примерным оценкам этих сокровищ Составила 450 миллионов долларов Это примерно половина груза Аточи Все остальное до сих пор лежит на дне морском 25% найденного по закону Мэл Фишер отдал штату Флорида Все остальное осталось в его распоряжении Сейчас самые интересные находки Из галеона Ноэстро де Аточи Выставлены в музее на острове Ки-Вест Позже, уже в 2011 году В этом же районе был найден Интересный артефакт Золотое кольцо с большим изумрудом Его оценили в 500 тысяч долларов И продали на Сотбис При обнаружении кольца Присутствовал внук Мэлла Фишера Шон Фишер Который до сих пор продолжает дело своего деда Компания Мэлла Фишера до сих пор существует И не оставляет надежд найти Вторую половину груза Ноэстро Синьоро де Аточи Ноэстро Синьоро де Лас Моравиес Это еще один испанский галеон Серебряного флота Который потерпел крушение 4 января 1656 года Он затонул недалеко от Багамских островов Корабль входил в состав так называемого материкового флота Который состоял из восьми больших галеонов Четырех торговых судов И двух небольших судов снабжения 1 января 1656 года Флот вышел из гавани Гаваны Направлялся домой в Испанию С грузом ценностей из нового света Они предназначались как для испанской короны Кроме того, там был и частный груз И самое интересное, что часть груза Была спасена с другого корабля Который потерпел крушение у берегов Эквадора Незадолго до этого Поздние находки показали, что этот корабль капитана Был просто-напросто очень сильно перегружен серебром Вместо официально зарегистрированного груза В размере около 5 миллионов испанских реалов Там было около 10 миллионов И часть, соответственно, поднятого с корабля груза Была на галеоне Ноестра Сеньора де лас Моравиес 4 января корабли вошли в район у Багамской Отмели Где Ноестра Сеньора де лас Моравиес Столкнулась с другим кораблем Из-за просто-напросто навигационной ошибки В итоге получила повреждение подводной части корпуса судна Напоролась на рифы И затонула, разломившись на две части Из 650 человек, находившихся на борту Выжили только 45 Позже, опять же, было направлено несколько экспедиций С целью поднять груз корабля В следующие три года удалось обнаружить Примерно треть груза И интересный момент, что в этих экспедициях Принимал участие корабль Мадама де Брасиль Который позже тоже затонул со спасенным грузом То есть часть этого серебра уже в третий раз оказалась на дне морском Сначала у берегов Аквадора, потом у Багам И потом еще чуть дальше В 1960-х и 80-х годах было организовано несколько экспедиций По поиску сокровищ корабля Но они вызвали большое количество негатива Как со стороны Багамского правительства Так и со стороны научного сообщества Потому что, по факту, это было просто кладоискательство Еще с непонятным расхищением находок Вот в результате правительство Багам запретило проводить исследования Но в 2016 году мультимиллионер Карл Ален основал компанию Ален Эксплорейшн и с тех пор занимается изучением корабля Ноэстро Сеньора де Лас Моравиес Правительство Багамских островов выдало ему разрешение на эти работы И право на извлечение груза В команде есть хорошие подводные археологи И в этот раз уже находки отправились в музеи на Багамах В музей Гранд Багамы и в Багамский морской музей Где их сейчас можно посмотреть Ноэстро Сеньора де Лас Моравиес Затонуло примерно в 70 километрах от берега Но находки в итоге были обнаружены на площади более 13 километров в длину То есть их так размыло течениями и донными осадками Еще один испанский корабль с интересной историей Носит название Ноэстро Сеньора де Лас Мерседес Это фрегат, который был спущен на воду в 1786 году В 1804 году он перевозил ценности из Перу в Испанию Однако был потоплен недалеко от побережья Португалии Во время битвы с британским флотом В 2007 году американская компания, которая занимается поиском затонувших судов Сообщила о том, что они обнаружили корабль Быстро подняли груз, который составил примерно 500 тысяч золотых и серебряных монет Общим весом так на 14 тонн И перевезли его в США После чего испанское правительство подало иск в суд штата Флорида С требованием передать все найденное Испании Судебные разбирательства продолжались целых пять лет И в 2012 году все находки все-таки были переданы в Национальный музей подводной археологии Испании Где до сих пор и экспонируется Подобные юридические споры регулярно возникают при обнаружении галеонов Наиболее остро, конечно, стоит вопрос о том, кому же вообще принадлежит груз Правительство Испании считает груз всех галеонов своей национальной собственностью В том числе как раз и груз галеонов Нойстра Сеньора де Аточи, Санта Маргарита, который сейчас находится в США И груз корабля Сан-Диего, который сейчас находится на Филиппинах И груз корабля Сан-Хосе, который был обнаружен в Колумбии Испанцы считают, что это все их национальное культурное наследие Тем не менее, данный вопрос все-таки представляется достаточно спорным Потому что права на груз может также заявить страна, из которой, собственно, вывозились ценности Страна, в территориальных водах которой был обнаружен корабль Или же организация, которая занимается поиском и подъемом судна Ситуацию осложняет тот факт, что помимо чисто исторической и культурной ценности Груз испанских галеонов представляет собой значительную материальную ценность Поэтому становится все больше заинтересованных сторон И пока на настоящий момент нет какой-то единой мировой судебной практики по данному вопросу Затонувшие испанские галеоны Область знаний С испанскими галеонами иногда случаются прям-таки практически детективные истории Как, например, с кораблем Сан-Хосе, который затонул у побережья Колумбии в 1708 году Корабль также вез значительный груз золота и серебра Правительство Колумбии оценивает стоимость груза Сан-Хосе примерно в 1 миллиард долларов Сначала американская, опять же, фирма объявила о том, что нашла корабль Однако там произошла какая-то путаница с координатами И не смогли проверить точное место, указанное в отчетах Спустя некоторое время правительство Колумбии объявило, что все найденные в территориальных водах Колумбии корабли и груз являются собственностью колумбийского правительства Еще несколько фирм тоже сказали, что они нашли Сан-Хосе Опять же, там были какие-то затруднения с тем, чтобы проверить Колумбийцы запретили работать на их территории В итоге, по последним данным, правительство Колумбии сообщило, что корабль найден, но найден военно-морскими силами Колумбии Все сведения, которые были до этого, все ошибка Там был Ниссан-Хосе И сейчас занимается подъемом груза корабля Но, опять же, как-то это не сильно афишируется в мировых научных изданиях До сих пор не очень понятно, а где же, собственно, корабль и где его груз До сих пор на дне или его уже подняли на поверхность Место крушения огромного количества испанских галеонов до сих пор неизвестно Даже в Мексиканском заливе, по разным оценкам, находятся более 500 кораблей, которые там затонули в различные периоды Даже в тех случаях, когда, вроде бы, место крушения обнаружено, как с кораблем Ноэстро Сеньора де Аточа Тем не менее, исследователи смогли найти только половину груза, который перевозил корабль Команда Мэла Фишера до сих пор проводит подводные археологические исследования в этом регионе К которым даже можно присоединиться при наличии сильного желания Они предлагают поучаствовать в обследовании акватории В надежде все-таки обнаружить вторую половину груза Аточа, который оценивается примерно в 500 миллионов долларов Но сразу скажу, что у некоторых представление о том, что вот прям под водой будет настоящий корабль С торчащими мачтами, с которых свисают обрывки парусов Нет, в большинстве случаев деревянный корпус корабля будет разрушен И максимум на дне сохранятся только фрагменты обшивки И какой-то его груз, который может быть раскидан по огромной площади Рассказывала историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова Галина Борисова Область знаний